Несколько часов тратят водители, чтобы преодолеть 500 метров на Носовихинском шоссе возле Реутов парка. Ситуация с трафиком там всегда была сложной, но после открытия торгового центра серьезно усугубилась. Развести потоки мог бы светофор, и он там есть, только вот не работает. Владислав Момот разбирался в причинах транспортного коллапса. От светофора, который только что мы проехали, для автолюбителей начинается настоящий ад. До следующего перекрестка всего 500 метров, но чтобы преодолеть их, в час пик иногда требуется больше получаса. Поток машин постепенно должен выстраиваться в один ряд, но этого не происходит. Наоборот, образуются лишь дополнительные потоки, а обочина становится местом борьбы за проезд. Почему здесь пробки? Потому что дорога узкая. А что делать? Оширять. Днем пробка здесь постоянная, особенно плотная в часы пик и по пятницам. Люди могут простоять по несколько часов. Аварийные ситуации тоже дело обычное. Можно, конечно, объехать этот участок через город, но этот путь знают не все. Вот он. Сначала по проспекту Юбилейному, а потом вдоль открывшегося год назад торгового центра. Надо только набраться наглости и влезть через встречку на Носовихинское шоссе. Для упорядочения потоков машин на перекрестке был установлен светофор, но уже несколько месяцев он бездействует. За светофор, как оказалось, отвечает Мосавтодор. Именно там решают, когда его включить. Так нам объяснили инспекторы ГИБДД Ногинского района. Эта дорога находится в их ведении. Мы следим только за тем, что выполнило соблюдение. Но никак не определяем, какой светофор где он должен работать, где он должен переустанавливаться. Пока Мосавтодор решает, когда включить светофор, а сотрудники ГИБДД ждут, когда он заработает. Водители предлагают свои решения проблемы. Времени подумать у них в пробке много. Пробка потому, что дорога двухполосная. 140-тысячный город. Здесь работает в Москве. Если заработает светофор, это снимет проблему? Не, на самом деле не с ними. Дорогу расширять надо. Какую-то развязку придумать. Я не понимаю в этом. Что-то нужно делать, я не знаю. Добавлять полосу. Узкая дорога. А что делать? Расширять. Чтобы расширить дорогу, необходимо обращаться в Министерство транспорта страны. Правда, делать это могут только определенные ведомства. ГИБДД, Минтрансрегиона или муниципальные власти. А водителям остается только набраться терпения и искать пути объезда. Владислав Момот, Алексей Оводов и Алексей Золотарев для РТВ. Продолжение следует...